здравствуйте уважаемые коллеги ну сегодня значит лена попросила меня рассказать как я мог глубоко уважаемая елена вячеславовна попросила значит рассказать немножко о том ну рассказать так сказать лекцию по той тематике которой мы занимаемся вот ну и соответственно так сказать чтобы понимали что возможно вас будет ждать так сказать на старше на следующих курсах когда в том числе и мой спецкурс там стоит вот я поэтому немножко хотел сегодня такое дать обзор скорее значит событий вот и назначит те темы лекции современное решение об теории относительности а я предполагаю что что такое теория относительности вы знаете но по крайней в общих чертах слышали что такая есть слышу 6 такая большая красивая теория вот но давайте начнем таскать известных астрономических данных вот и соответственно дальше пойдем значит так если будут вопросы про источники но я вот хотел бы обратить внимание на на нашу книгу это это одна и та же книга просто три издания естественно это не значит что эту книгу обязательно бежать и покупать но я просто хотел бы чтобы вы имели ввиду потому что ну в общем мы получали довольно интересные благодарственные отзывы опять таки я не говорю что это так сказать нужно но возможно она в чем-то смогла бы вам помочь поэтому я вот так же прошу иметь ввиду в принципе я потом таскать готов выложить презентацию там на куда-то на сайт но опять таки вот ну и тогда чтобы вы могли пользоваться и так давайте я немножко начну с того что немножко напомню о том что такое общая теория относительности значит я естественно оставлю старая естественно сейчас не буду полный пересказывать там как выводится просто давайте как вот часто теоретики с вопроса напишем лагранжиан вот так вот сразу что называется без подготовки по морде да давайте начнем с разговора напишем лагранжиан значит лагранжиан общей теории относительности это основная теория которая работает в современной астрофизики выглядит достаточно просто так как это криволинейное пространство то здесь имеется таскать детерминат метрики но и соответственно наиболее простой выбор то сказать метрики а именно скалярная кривизна но дальше я бы упомяну что конечно можно поиграться и с более серьезными величинами и собственно это и есть то что называется расширение но вот такой вид значит метрики был предложен в начале двадцатого столетия в работах том числе там альберта эйнштейна и так сказать сейчас вот именно под общей теории относительности понимается вот такой вид лагранжиана если вспомнить теоретическую механику то тогда из варьированием лагранжиана получаются уравнение движения помните да так сказать лагранжи формализм вот значит соответствующие уравнения для общей теории относительности называется уравнение гильберта энштейна часто просто энштейна часто эйнштейна гильберта вот там в общем вопросы приоритета в науке то сказать достаточно сложная вещь и поможет только копий сломано кто первый кто второй кто больше сказал в любом случае в литературе их называют гильберта эйнштейна эйнштейна они состоят из левой части и правой части левая часть является вариацией значит именно скале вот этой вот величины под названием скалярная кривизна состоит из тензора риммана состоит из скалярной кривизны то есть это как мы видим по индексам тензорные уравнения справа состоит материя эта материя может значит быть эта материя может быть может не быть известны вакуумные решения вот но соответственно как глядя на это вы сразу видите что это дифференциальное уравнение 2 порядка что это тензорные уравнения то есть их много но если вспомните что то сказать в метрике 10 независимых компонент поэтому так сказать этих уравнений тоже будет минимум 10 вот и соответственно эти уровни эти и этими уравнениями можно описать гравитационное поле и кстати действительно эти уравнения в достаточной степени описывают космологию таскать и лежат в основе современной в том числе теоретической основе современной астрофизики значит самым первым решением является метрика напоминаю метрика шваршильда это так называемые вакуумные решения то есть это как то есть для метрики шваршильда это равна нулю вот он тут видите она состоит достаточно простой здесь как игнорирую все константы и соответственно здесь видите то есть же 00 же 00 в минус 1 ну и вот соответственно сферически симметричная метрика написано это метрика которая была получена в 1916 году самое то и вот и это то что называется локальное решение я обращаю ваше внимание что в теории относительности есть два основных типа решений это локальные и глобальные локальные решения описывают какие-то уединенные объекты как правило так сказать за счет того что время наблюдений много меньше чем время эволюции объекта ну например сколько мы наблюдаем солнце сколько она существует правда сколько мы наблюдаем черную дыру сколько она существует естественно что то сказать ну если это не быстрых изменений там 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 по-видимому не будет поэтому в локальной метрики являются стационарными то бишь не зависит от времени и поэтому локальные метрики описывают какой-то отдельно стоящий объект ну или центральной 7 0 и в данном случае например центральной симметричное разделение центральной симметричное распределение вещества естественно что так сказать если вы добавите например заряд то вы увидите что здесь будет у вас стоять может появиться второй член этом так называемый метрика рейснера норстрема и и так сказать от ли вот здесь стоит ну изначально когда эту метрику формулировали здесь был электромагнитный электрический заряд понятно что представить себе не скомпенсированный электрический заряд весьма сложно но где-то примерно последние семь лет назад это мир к этой метрике интерес возрос с другой стороны потому что значит где-то с работ 2015 года в прд например того же александра федоровича захарова других коллег этот параметр трактуют как вклад новой физики то есть получается что вы уже вот современной астрономии есть шанс в частности тени черных дыр выйти за пределы выйти за пределы таскать инштейновской гравитации может быть попробовать заглянуть после и вот часто вот это то что лежит за границами называют новой физикой но это везде называют на ускорителе новой физикой называют не открытые там не открытые частицы здесь также новой физикой называют те сущности там какие-то не компактные дополнительные измерения например еще что то вот то что еще не открыто но уже люди пытаются с помощью него строить теории примером другой метрики а именно глобальной космологической является метрика фридмана робертсона уокера но я здесь выписал закрытую метрику но важным очень является то что космологического расширения не существует без материи вот если у вас в уравнении хейнштейна справа материи не будет то вот этой метрики вы не получите и расширение у вас не будет пустая или пустая вселенная расширяться не может таким образом уже для на уровне космологического расширения для того что вам уже нужно добавлять сюда какие-то дополнительные члены ну в самом простой варианте вы просто добавляете материю но так сказать сразу возникает вопрос откуда она берется все-таки в теории нельзя просто взять что-то с потолка и написать надо как-то объяснить фундаментальное происхождение соответственно вот у нас это основные решения которые известны и возникает вопрос хорошо и что дальше правда как вот естественно что общая теория относительности ну как как что она развивается что делает давайте под вместе думать смотрите у нас есть основное это уравнение до метрика шваршильда ну можно считать что подтверждена потому что ну как минимум центрально 7 центрально это сказать симметричное распределение вещества солнечной системе можно описывать поведение метрика кера блестяще подтверждается событиями слияние черных дыр и соответственно гравитационными волнами регистрации гравитационных волн на лайги так сказать поэтому космологическое расширение так сказать еще с 30-х годов подтвердилась после работ хаббла и прочих поэтому принципе общей теории относительности надо можно считать что она подтверждена экспериментально ну или наблюдательно вот поэтому вот эту часть на самом деле ну как бы можно считать который на эта часть называется тензор-эйнштейн обычно и лишний раз стараются не трогать соответственно все что все к идеи как модернизировать теорию это вот как-то вот так сказать поиграть с правой частью потому что самая простая идея можно конечно поставить там скалярные поля какие-то еще что-то вот но поэтому в любом случае надо что-то делать с тензором энергии импульса так сказать и вот идея которая как правило напрашивается это добавлять сюда скалярные поля и так сказать поправки по кривизне для каждого у каждого из них имеется свой смысл скалярные поля могут описывать какие-то дополнительные могут когда-то ну во первых и на я я напомню так очень сильно сказано просто существует теорема которая говорит что вклад любой новой физики с той или иной степени грубости можно описать с помощью скалярных полей ну столь иной степени точности вернее если будет точно сказать но опять-таки хорошо замена просто сюда замена просто сюда скалярного поля ну как бы заменили одну сущность на другую вот это если мы пишем вот такие члены это уже получается что мы говорим какие-то слова о геометрической структуре пространство времени это уже как там он но какая-то претензия на фундаментальность наукообразность так сказать все сделали умные лица до сказали вот такая геометрия пространство времени вот в общем в любом случае вот то что можно делать с лагранжаном общей теории относительности для того чтобы пытаться объяснять значит еще одно небольшое замечание так сказать если мы вспомним сферически симметричное распределение вещества в нем так сказать ну во первых его можно описать с помощью двух типов сигнатуры я просто хотел бы обратить ваше внимание что в литературе встречается как вот такая сигнатура плюс минус 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 эта сигнатура которая идет от ланда улившица вот но наши западные коллеги так сказать представь вот но в частности базируются на книжке мизнера торна уиллера в их работах чаще используются сигнатуры минус плюс 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 обе сигнатуры абсолютно равнозначны важно только нет не перепутать так сказать начав с одной и потом так сказать подменять другой вот это конечно приводит к ошибкам но это и другая сигнатуры то сказать в общем-то раб полностью равнозначны если вот еще один такой момент дело в том что все то что проходится на младших курсах например те же метод те же там система отсчета прочее это проходится не просто потому что математиком таскать надо таскать и на хлеб зарабатывать а это делается для того чтобы вам проще и повторю вам проще было решать дело в том что особенно в теории относительности уравнение достаточно длинные очень длинные и малейшее таскать неудачная параметризация вас приводит вас ведет к сильному к очень большому удлинению уравнений если вы пытаетесь решать аналитический то это уже становится критическим да естественно что для машины в общем то уже часто наплевать хотя 5 как наплевать тоже знаете она вас будет считать один день или неделю знаете тот же в общем то так сказать есть вам понадобится более простая персоналка или таскать что-то более мощные сферические координаты естественно удобно применять в тех ситуациях когда у вас есть сферическая симметрия тогда можно записать элемент видите можно записать сферически симметричную метрику так сказать но вот в частности вот в этой параметризации которую я здесь пишу как видите отличие от метрики минковского заключено вот в этих вот двух метрических функциях это наиболее простой вид параметризации далеко не самый общий потому что в общем случае таскать нужно здесь добавлять поправочные функции сюда и сюда вот но в самом простом случае но и для чего я это хочу сказать естественно что вот тупо упомянутую мной метрику шваршильда можно представить тогда вот как это вот функцию дельта соответственно метрика райснера-норстрома применяет можно представить тоже вот таскать какую-то функцию дельта а теперь смотрите смотрим смотрим на этот вид вам ничего не напоминает вот эти вот вещи единицы на эр единицы на квадрат можно продолжить правда ну потому что естественно что и тогда вы понимаете что в общем то это вид который называется ряд тейлора и фактически метрика шваршильда это точное решение но в тех ситуациях когда она не является точным решением а в реальных задачах как правило точных решений нету то вообще говоря у вас видите метрика райснера-норстрома это первых там три члена разложения но и дальше можно всегда проставлять соответственно разложение вдали от центра тяжести как раз и называется и нам дает таскать то что стремление к ньютоновской теории называется ньютоновским пределом соответственно если ваша теория так сказать жизнеспособна то она в пределе должна давать общую теорию относительности ну а как вы знаете общей теории относительности в пределе дает собственно теорию ньютона которая в школе проходит я упомяну что при стремлении таскать бесконечности должна быть единичка разработан более того параметризованный пост ньютоновский формализм это собственно параметризация вот такого вот разложения в ряд тейлора таскать причем так чтобы ну во первых все теории должны быть приведены к единому параметризации называется это калибровка ppn и таскать это сделается так что вы просто можете подставить сюда параметры которые таскать проверяются экспериментально например таскать известные параметры гамма с точностью до 10 минус 4 даже 10 минус 5 сейчас наизусть не помню бета ну и все остальные то есть эти параметры известны поэтому разложив таким вот образом вашу теорию вы сразу можете видеть есть у нее ньютоновский предел или нет ну если есть хорошо а если нет тогда нужно какие-то придумать там экранировок это часто называется экранировками или как-то еще в общем то что называется в теории это называется fine tuning точная подстройка если говорить по простому то это начинаются танцы с бубнами чтобы вашу модель спасти ну вот так сказать видите тут тут прогресс в определении параметров эта картинка которая взята из работы в фэн слава турушева которую он тогда дед 10 лет даже уже 12 лет назад опубликовал после докторской вот делать он просто очень хорошо показал как то сказать идет таскать улучшение значений также важным источником для информации и проверки являются двойные пульсары но вот в частности в них общая теория относительности подтверждается с точностью до видите вот пять сотых процента вот но и соответственно это означает что это означает что общая теория относительности проверены и слабых полях и в сильных полях но также добавлю что и собственно после двойных пульсаров она блестяще подтверждается как в лайге так и вот последние результаты по таскать теням черных дыр и vent horizon телескоп также в общем то дают примерно те же самые картины то есть аккреционный диск и тень черной дыры в общем что соответствует как у общей теории на где общей теории относительности применяется солнечной системе в черных дырах и нейтронных звездах ну вот наверное я не знаю вас еще будут наверное курсы так сказать о теории акреции разработанной в том числе николай ивановичем шакурой в космологии естественно вот закон хаббла я здесь привожу и вся космология на этом всем стоит теория ранней вселенной я имею инфляционную стадию естественно что любая теория которая так сказать у нас есть имеет свои проблемы в нашем слоции общей теории относительности также проблем как то есть теории которых нет проблем вообще сложно найти и чем ближе к нам находится теория тем больше будет у нее какие-то шероховатостей знаете одно дело теоретическая механика когда у математиков было 300 лет чтобы ее вылезать другое дело теории относительности когда всего который всего лишь около ста лет ну или например у современные теории квант квантовая теория поля там вообще-то сказать очень много всяких проблем про которые ричард фильм сарим писал замести мусор под ковер ну вот самый известный эффект который то сказать это темная материя это так сказать видите у нас кривые вращения то сказать и если мы должны если мы их рассчитываем так сказать аналитически они вот идут как вот кривая и еще со времен 30-х годов цвики показал что реально тут все выходит на пик то есть такое ощущение что там находится какая-то материя темная которая с одной стороны участвует в гравитационном взаимодействии с другой стороны не излучает то есть мы ее не видим но также упомяну историю с сверхновыми типа 1 и которые светят слабее и так сказать объяснением стало то что вселенная расширяется ускоренно на вне галактических масштабах я бы хотел чтобы просто было понимание что первично это сверхновые соответственно дальше идет объяснение под названием ускоренное расширение вселенной вы кстати в принципе но и не единственный хотя за него же конечно дали нобелевскую премию но будет другое объяснение более интересное почему бы нет соответственно если вы хотите описать это ускоренное расширение вселенной то вы таскать в лагранжан теория относительности добавляете так называемый лямда член подгоночный параметр который является лучшим фитом это еще раз подгоночный параметр то есть у вас уже сразу смотрите у вас появляется лагранжан в котором первый член это значит некая геометрическая характеристика а второй член подгоночный параметр вот с точки зрения теории это очень напоминает как вот вы решаете школьную задачу про бассейн в которой таскать там например там не за там из трех труб вода вливается их из 2 выливается и у вас ответ не получается что делать а давайте поставим коэффициент двоечку и тогда у нас сразу со средства сойдется вот значит таскать лямда член играет примерно ту же самую роль то есть это подгоночный параметр как за которым пытаются какую-то физику найти вот но таскать эту физик но пока эту физику найти не удается потому что он очень сильно по значениям ну по энергетическому спектру отличается от других взаимодействий поэтому либо вы должны вводить пятую силу что как никому не хочется либо приходится там заниматься нумерологии вот либо изобретать таскать что-то еще чтобы объяснить вот это ускоренное расширение вселенной соответственно появились так называемые модели такая более-менее феноменологическая модель современная лямбда cdm то есть когда у вас значит ускоренное расширение объясняется когда просто так сказать описывается лямбда когда у вас темная материя описывается как холодная темная материя колдак мета вот дальше таскать естественно теория инфляции а то сказать и все значит в принципе наиболее простой способ описания ну например той же таскать лямбда лямбды будет ввести скалярное поле ну например вот здесь я написал модель бранца дикий да это наиболее таскать но только наиболее популярный вид модели гравитации со скалярным полем хотя естественно далеко не единственный но как-то вот он исторически сложилось что он самый популярный она вводилась из других соображений но как во многом ее содержание оказалось гораздо больше чем то что автор в нее вкладывали так вот вы вводите скалярное поле у вас тут есть дополнительная константа и естественно что уж чего чего а константу с помощью таскать потенциала и в общем скалярного поле с потенциалом вы конечно опишите правда ну подогнать и действительно это вот вот таким вот образом вы можете вот другой вопрос что вы таскать вопрос о происхождении вот это вот космологической постоянной заменяете вопросом о природе вот этого вот таскать и скалярного поля вот ответ на этот вопрос естественно пока нет точно так же когда вы рассматриваете ускоренное расширение вселенной ранней вселенной под названием инфляция а ее тоже можно описать таким скалярным полем возник вот такое скалярное поле называется инфлатон ну как правило когда вы какое-то взаимодействие то вы даете инфляции инфлатон там таскать там бывают скалероны там прочие еще инстантоны но опять-таки вопрос о природе origin как в англоязычной литературе таскать очень часто не отвечен современные представления о распределении типов материи во вселенной вот я бы хотел здесь привести самое главное я обращаю ваше внимание что теория относительности это очень хорошая теория но в той версии в которой мы знаем она описывает аж целых 4 процента таскать вещества во вселенной остальные таскать 96 надо какие-то подпорочки устраивать виде лямбда членов виде таскать введение колдак мэта и всего остального поэтому вот и это вот собственно вот это вот картинка является наилучшей иллюстрацией к тому почему надо развивать и расширять общую теорию относительности потому что вот даже для космологического расширения вам нужна материя вопроса происхождения этой материи для того чтобы свести космологические параметры ну например получить современную плоскую вселенную вам нужно так сказать подогнать параметр ранее вселенной это почти невозможно сделать без наличия инфляционной стадии так сказать опять таки для этого нужны вот те самые дополнительные надо разбираться что там произошло поэтому значит еще раз если суммируем проблемы общей теории относительности темная материя темная энергия опять-таки напомню что нет квантовой теории гравитации да то есть вы знаете что есть электро электродинамика есть квантовая электродинамика значит есть объединенная теория электрослава взаимодействия тоже проквантована есть qcd квантовая хромодинамика то есть сильное взаимодействие это все прекрасно проквантована а вот гравитация нет то есть гравитация из-за того что таскать она квантом таскать взаимодействию через фон а все остальные теории существуют на плоском фоне поэтому гравитация то что называется не перри нормируем а то есть таскать отсутствует таскать эти то есть квантовой теории гравитации нет опять-таки на данный момент отсутствует единая теория всех физических взаимодействий по про теорию струн да вами вы не можете сейчас возразить про теорию струн и м теорию вот но как обычно проблема в том что у них нет ни одного экспериментального подтверждения а как нам всем на первом курсе объясняют физика наука экспериментальная в общей теории относительности имеются проблемы законами сохранения например задача падения дна и протяженного тела на черную дыру если мы не рассматриваем его в качестве пробной частицы она уже нам дает сингулярности даже при приближении горизонта от протяженные тела но и так сказать конечно данных мало несмотря на то что действительно сейчас идет взрывное накопление информации из астрофизики но все равно так сказать пока экспериментальной точности для выхода за пределы теории относительности не хватает естественно что можно еще проблемы назвать как можно развивать теорию относительности ну вот еще раз напоминаю вот эту вот знаменитую картинку про темную материю а теперь давайте просто вот самый начнем самых простых вещей так сейчас а таскать где-то некоторое время назад появилась такая хулиганская идея как монт а именно модифицирована ньютоновская динамика ну например мы хотим объяснить вот то что у нас таскать наблюдаем и вот это вот наблюдаемую кривую то есть нам что нам нужно добиться того чтобы здесь у нас все соответствовало закону ньютона а здесь у нас таскать было все по-другому как этот как этого добиться но самым простым образом но есть идея ввести так называем поправки закон ньютона вот они видите это самая простая идея для того чтобы объяснить темную материю а не прибегая например к видению там не обсуждая там что то есть что это например какие-то стерильные нейтрино там летают что это там аксиона летают что это первичные остатки черных дыр там летают так сказать можно попытаться зайти с другой стороны и сказать что просто эффект что мы просто не понимаем а на самом деле закон закон ньютона на больших расстояниях имеет добавочку вот такую добавочку вот где бы так это коэффициент значит ну например тип 10 минус 13 хорошо сказать где бы это коэффициент ну порядка например 10 минус 13 значит что это даст смотрите когда у нас r мало то вот значит r малой бы это очень маленькая величина да у вас тогда вот этим членом можно пренебречь и у вас обычный закон ньютона который которому мы все школы со школы проходим теперь вот и вот как раз воспроизводится вот такая вот это вот веточка хорошо теперь мы говорим а вот теперь мы вышли вот на вот сюда вот на плата и здесь у нас r уже большое вот уже здесь тогда в этом случае она уже настолько большое что даже бета ну например р например то величина 10 15 правда бета 10 минус 13 соответственно у нас здесь появляется величина типа 10 во второй а здесь единичка следовательно эту единичку мы можем выкинуть это r с этим r сокращается и мы получаем вот как раз ту самую постоянную величину которая нам все и описывает такой подход называется модифицированная ньютоновская динамика и он в течение довольно долгого времени рассматривался как объяснение например проблемы темной материи ну принципе есть адепты и сейчас но его уже таскать к ней на самом деле к этому подходу люди относятся до достаточно критически критически они относятся почему когда вот вы так сказать написали такую поправочку в закон это автоматически отражается на видео ла гранжиана а это автоматически отражается на том что у вас гравитон приобретает массу и следовательно вы получаете ну с противоречия с результатами гравитационно-волновой астрономии в соответствии с которым гравитационная волна раз устраняется с той же скоростью что электромагнитным там разница 16 секунды я напоминаю это кто знает это я имею ввиду события живы 17 08 17 по этой причине вот но есть еще таскать другие опровержения но вот например такое ну плюс еще говорю не было найдено бета был появился дополнительный параметр так сказать который не было найдено его с характеристиками скоплений с характеристиками галактик поэтому это просто я привел вам в качестве примера для того для того чтобы понимать вот как можно например вот как вот часто действуют в теоретической физике как это можно делать дальше а естественно что то сказать для того чтобы это просто что-то сделать можно например добавлять сюда дополнительные степени то что здесь написано это называется фатер гравитация когда вы добавляете степени скалярной кривизны и за счет этого вы получаете ту асимтотику которая вам нужна ну например что такое лямда член вам нужна какая-то асимтотика вы добавляете сюда соответствующую таскать степень скалярной кривизны и бах действительно получили узкую ускоренное расширение вселенной другое дело что надо опять придумывать почему этого нету у нас солнечной системе но это уже вопрос номер два и так я бы хотел сейчас остановиться на современных представлениях о том как значит можно модернизе как можно развивать общую теорию относительности каким способом можно ее развивать чтобы описать темную материю темную энергию и другие выход ну как минимум вот эти то есть так сделать так чтобы ваша теория описывала не четыре процента материи во вселенной а все 100 ну вот давайте пойдем по часовой стрелке ну или давайте лучше да давайте вот отсюда пойдем да пойдемте вот так вот по часовой стрелке вот я уже почти начал писать эти вещи называется она добавление ин вариантов это вот картинка я ее взял из очень неплохого обзора мне очень понравился это был вообще говоря обзор по теле параллельной гравитации по-моему я сейчас не помню только назвать это самые выходные данные статьи это архив жеркуси по моему июнь прошлого года вот ну сейчас можно в принципе если что я думаю сейчас она уже должна была по идее выйти хотя похоже ребят долгому рыжили то что я вот некоторое время за смотрел у них были только данные жерку сишные догнать такой значит ножка в сторону и так способ номер один добавление ин вариантов что это такое ну вот как раз это видите и фатер гравитация и фатер гравитация то есть вы что это означает для того чтобы добавить для того чтобы как-то описать значит теорию для того чтобы как-то описать вот эти вот дополнительные реальности темная материя темная энергия узкую вот то есть там начну раннюю вселенную нам нужны дополнительные степени свободы правда для того чтобы эти дополнительные степени свободы получить нам нужно таскать нам нужны дополнительные вот эти члены и вот мы добавляем инварианты вот появляются модели типа например так сказать и фатер гравитация здесь дополнительные типы таскать можно добавлять не только таскать ска степени скалярной кривизны но и какие-то более сложные структуры вот дальше этот не локальные теории это теории в которых вы фактически представляете ну пытаетесь провести процедуру аналогичную тому что происходит при квантовании то есть когда вы заменяете например тензор энштейна неким дифференциальным оператором и за счет того что значит в него вводятся характеристики всего пространства он и получается не локальным это называется не локальные теории конформная гравитация это когда вы просто рассматриваете гравитацию смотри конформный грудь с конформной симметрии а я напомню что введение симметрии в действие это у вас сохраняющийся ток теоремы нютер вот и таскать это но лоблог гравити я потом скажу следующий способ квантования действительно действительно на данный момент люди пытаются предложить способы создания квантовой теории гравитации а ну вот здесь таскать я бы обратил ваше внимание так называемую петлевую квантовую гравитацию это модель когда переменные теории заменяются на переменные аштекера и благодаря чему вы таскать говоря языком феймана заметаете мусор под ковер то есть вы от одних переменных которые таскать и вам дают расходимости переходите к другим которые вам дают закрытую алгебру он там соответственно спам они группы со 2 берут вот но вот видите таскать рассматривается суд я почему я сюда супер гравитацию поместили но так сказать вот это подход когда вы рассматриваете это подход в принципе который является на данный момент магистральным когда вы считаете что у вас помните да что на на 10 во второй т.ф. на 10 во во второй таскать гэф у вас объединяются таскать электромагнитное слабое взаимодействие на 10 в 16 гэф у вас существует единая теория ку сиди и слабая так называемая стандартная модель вот и таскать на энергия в 10 19 гэф к ним присоединяется еще и гравитация важно то что в этой ситуации таскать ну это то что называется супер гравитация но там проблема в том что там на узко на большом адронном коллайдере никаких супер частиц так и не найдено вот пойдемте дальше еще одним способом является добавление новых полей ну вот здесь например так сказать интересным является модели харндески массивной гравитации это вот модели буйон харндески биметрик gravity это модель гравитации с двумя метриками кстати по ней вот наша наш саша петров докторскую защищал там сколько-то лет назад это модели когда вы туда добавляете много-много скалярных полей и тогда у вас получается развязаны руки у вас одной стороны очень много достаточно степеней свободы для описания темной материи и темной энергии с другой стороны эти скалярные поля можно даже действительно пример с новой физикой и рассматривая там комбинации вот модель харндески я потом их там в конце выпишу это наиболее общий вид скалярно-тензорной гравитации с уравнением поля 2 порядка ну я напомню просто известную проблему что уравнение поле 4 что когда у вас повышается порядок дифференциальных уравнений то решение таскать более ну в слабых в 2 решение уравнение 2 порядка совершенно не обязаны реализовываться в четвертом именно поэтому как только вы в теории получаете 4 порядок считайте что вы таскать потеряли ньютонский предел дальше еще одним способом является изменение размерности пространства-времени изменение размерности пространства-времени это вот те самые модели когда вы увеличиваете количество пространства временных измерений до экспериментально мы знаем что у нас 43 пространствах одно временное вот можно от легко убедиться да вон посмотрев на тот угол вот раз два три пространственных правда вот ну и соответственно 4 это временное а дальше можно провести вот такую вот ситуацию учить я так и не сказал что будет перемещаться дальше можно сделать такую ситуацию смотрите у нас есть например лагранжиан у на ну давайте лучше действий напишу значит у нас есть многомерное действие да вот например интеграл я тут все константы таскать вас нашу там d например таскать x корень из минус же таскать d да и здесь у нас многомерная скалярная кривизна как мы можем перейти как можно описать все это дело спроектировав на наше четырехмерное пространство эти все превратится что-то вот такое r плюс смотрите у нас что будет происходить у нас просто за счет того что мы описываем дополнительное вводим рассматриваем дополнительно пространственно временные измерения до при проектировании в наше пространство мы должны как-то учесть вот каким-то дополнительным вкладом и эти дополнительные вклады ну например те же самые скалярные поля которые мы пытаемся описать ускоренное расширение вселенной мы получаем возможность сказать что эти скалярные поля или не просто поля а это вклад дополнительных измерений это вот такой подход который таскать там я говорю я щас не буду таскать вот эти все адс цфт таскать вещи рассказывать я просто хотел бы так вот простейшем виде обратите ваше внимание что можно действительно уходи таскать введя в рассмотрение дополнительные измерения можно также попытаться таскать получить дополнительной степени свободы вот ну и вот на этом пути вот вы видите тут существует таскать эти многомерные теории это вот мир набрания эти модели рандал сандрум которые таскать очень сильно прогремели где-то ли 20 22 года назад и кстати на основании которых собственно появилась эта знаменитая тема с черными дырами на большом адронном коллайдере так что появился тогда анекдот что у физиков есть традиции собираться вместе раз 15 миллиардов лет запускать большой адронный коллайдер потому что то что ним родится черная дыра которая на всех проглотит есть еще также была такая гулиганская шутка больше астрономическая что по всыпь вспышкам сверхновых можно определить где еще запускали большие адронные коллайдеры вот так что вот таскать это вот те самые теории которые приводят к эффекту черный дыр большому на ускорителе так уважаемые коллеги я так понимаю что у нас должен быть 5 минут на перерыв мы его будем делать или уже пойдем до конца как вы бы хотели нет ну это я для вас они наоборот как вы хотите то вы мне скажите как нет хорошо то есть если я правильно понимаю я тогда закругляюсь ровно в 1700 да хорошо уважаемые коллеги я только честно говоря сделал такую какие-то вопросы по ходу у вас не появились а давайте так я вот честно говоря к своему большому стыду не сказал самого начала я предлагаю что если у вас появляются вопросы пожалуйста не стесняйтесь их задавать по ходу хорошо вот мне когда я сам читаю курс места очень хочется сказать задавшему самый глупый вопрос за счет автомат вот прошу бы не стеснялись понимаете потому что я сам себя хорошо помню когда сидишь и думаешь а вот я сейчас спрошу они все будут у меня будет смотрите думать господи какой-то какой-то глупый я вас уверяю далеко не так наоборот это и мне помогает искать понять где я залез в дебрили наоборот так сказать спустился на уровень детского сада вот ну и соответственно как все таки я для вас они наоборот хорошо поехали дальше значит и так вот это вот изменяя размер из пространства времени вы можете так сказать получить дополнительные степени свободы с помощью которых вы опишите в том числе ускоренное расширение вселенной а я если можно сразу сначала сюда скакану а потом вернусь сюда еще одним способом является просто изменение фундаментальной геометрии пространства времени это что означает но я напомню что например когда вы рассматриваете теорию относительности вы берете наиболее простой вид римана во пространство в которых отсутствует кручение например сейчас так сказать очень активно обсуждается так называемый теле параллельная гравитация тегов теле параллельных эквивалент в джейнур и активите теле параллельный аналог так сказать общее относительности я прошу прощения за англы англии английские вещи английские слова просто проблема в том что это многие эти эти темы достаточно новые и поэтому просто русских таскать в русском языке иногда приходится говорить там фразой я вот честно говоря когда вот я там для 12 назад докторскую писал мне приходилось и выдумывать например каким способом заменить английское слово балк дополнительное пространство между дополнительное пространство теории мир набрания тех самых вот вот я так и писал дополнительное пространство но так вот в разгону вообще вот на конференциях прочие люди говорят балк чтобы язык не лишний раз не напрягать итак возвращаемся сюда вот если вы усложните пространство времени допустив кручение допустив еще что-то да вроде бы таскать экспериментального сейчас понятно что накручение установлена какой-то верхний предел но с другой стороны допустив их существование вы в общем то можете написать более полную теорию которая вам и в ранней вселенной себя будет более пристойно вести и вроде как может вам описать и темную энергию может быть вот темные с темной материи там отдельная песня это все-таки сейчас люди считают что это действительно некая новая физика там болтается вот последний подход это таскать обозначает таскать и все остальное ну я бы здесь вот выделил так аналог подход аналоги гравити это то что называется например нелинейная реализация симметрии когда вы пользуясь методами таскать теории калибровочных полей выводите некие выводите там наборка ли набор скалярных полей который под который пытаются даже действительно пример с десятью степенями свободы лагранжана а то за счет таскать общности выражений вот ног теория пока в самом начале но вообще говоря на мой взгляд тоже там у этого подхода есть какие-то перспективы вот но и все эти заводы голография это когда когда голографический принцип нобелевского лауреата тахов то о том что вся информация закрытой системы таскать отражается виде степени свободы на ее границе вот ну и соответственно вот подобные подходы вот так это это я просто специально такие картинки вставляю чтобы это самое потому что я знаю что держать внимание очень долго тяжело и поэтому чтобы такой немножко разгрузку сделать иначе просто я боюсь у меня уже концу пары вся аудитория будет спать так хорошо теперь я бы хотел давайте попробуем вот мы с вами обсудили так сказать разные подходы к расширению современной теории относительности давайте попробуем немножко с вами обсудить самый самый простой а именно модель бранца дикий более подробно вот уже одно чтобы был вопрос на зачет поэтому то сказать давайте попробуем например обсудить что такое модель бранца дикий чтобы не не просто словеса были а чтобы блокаде математика вот модель бранца дикий если вот ее выписать таком виде представляет из себя видите таскать скалярное поле таскать взаимодействующим с лагранжианом здесь имеется так называемый кинетический член понимаете да что помните что то сказать скорость является первой производной от расстояния соответственно вот этот вот так сказать и вот это вот м в квадрат пополам кинетическая энергия да вот как раз это таскать кинетический член ну и также здесь имеется потенциальный член таскать таскать который стоит вот но и дальше естественно что в зависимости от того что вы и хотите описать что-то обязательно останется за бортом для этого существует таскать лагранжиан материи которая таскать вы не включили вот в рассмотрение вот здесь и сейчас естественно что то сказать похулиганив немножко с конформе преобразование может приобрести в более простой вид но исторически закрепился таскать вот такой вот вид значит омига это безразмерный параметр бранца дикий который таскать был введен для того чтобы объяснить гравитационную постоянную эту гравитационную пост вот но таскать сделать этого значит сделать этого значит тогда в общем то ну можно было но модель оказалась гораздо богаче чем тот смысл который в нее изначально вкладывался поэтому вот значит вот но игры использую здесь более того я кстати еще хотел бы упомянуть теорему не не только теорему о том что любую новую любое вот действие вот таких вот дополнительных таскать параметров можно объяснить с помощью но можно описать степени точности скалярным полем но и вот еще даже я помню статья маеда таскать и компания они писали что действительно модель бранца дикий всегда будет являться первым способом расширения любой теории гравитации первым способом то есть сначала вы добавили это скалярное поле потом уже пошли дальше еще один интересный факт что когда вы например пытаетесь ограничить ну или так сказать найти вклад новой физики ну например так сказать из тех же двойных пульсаров из тех же теней черных дыр в солнечной системе то вы самый простой способ эту новую физику это просто посчитать массу скалярного поля и это будет исчерпывающих и исчерпывающие ограничения на размер дополнительного таскать на размер пост энштейновской части поэтому вот у вас значит модель бранца дикий вот как раз замечание номер один заключается в том что вы видите можете ее свести вот к такому более простому случаю а именно обычная скалярная кривизна вот так сказать так кинетический член потенциальный член это вот стандартная таскать и гравитация со скалярным полем вот но ответе просто комфортное преобразование вот не более того ну потому что это таскать видите вы же не можете сказать что у вас вот это вот это скалярная кривизна равны иначе просто вы мне сейчас скажете давайте вот мы зачеркнем и получим что фи стремится к единице нет это две разных величины то есть вы преобразуете ее таскать но это таскать дело в том что существ понимаете в чем дело существует так называемых два основных фрейма я сейчас я честно скажу я не знаю таскать на на представлении как записать и таскать они отличаются вот именно с помощью комфортного преобразования через скалярное поле вот чтобы их не путать вот я и поэтому что галочку приписал просто есть так называемый стрим фрейм и инстейн фрейм штыновский это вот когда вы вот записывать его в таком стандартном виде вот а стрень когда вы сюда выносите еще дополнительность когда вы сюда вы носите скалярное поле в некоторых ситуациях это вам помогает немножечко облегчить ну например вынеси какой-то таскать общий член идея такая вот хорошо значит еще один этот для чего эта модель использовался это называется реализация принципа маха вот давайте такой мешка немножко таскать типа хулиганин вам говорит о чем-нибудь фамилия владимир ильич ленин понятно и вы даже читали работу материализм империю критицизм мама куда я попал понятно нет меня просто заставляли когда я в армии был таскать но по нас после первого курса на забрали вот я помню что да мне да я даже ее тогда в ленинской комнате ночью прочитал потому что больше вообще хотелось повеситься вот но идея такая что в работе материал империю критицизм владимир ильич ленин раскритиковал принцип о том что на движение любой частицы во вселенной влияет все распределение вещества во вселенной это называется принцип маха который был предложен я часто к не помню это был конец 19 или уже начало 20 века я вот саму стату не помню а теперь внимание вопрос вот вы вашей работе будете ли учитывать мнение некого философа который канонист а он еще руководитель политической партии будет ли вам внутри не запрос не хорошо говорить о покойниках наверное таком ключе но вопрос было бы вам интересно давайте только скажу сразу извинюсь было бы вам интересно например статья владимира вольфовича жириновского об астрономии и что надо делать в астрономии и в чем астрономы не правы и что неправильно мы понимаем двойных пульсарах но прочитать да а учитывать нет ну понятно что надо учитывать что он тот кто деньги распределяет это я понимаю то есть это да но вот я просто извините еще раз что я так вот о покойнике сказал вот ну хорошо давайте возьмем как кого-то еще из наших руководителей госдумы да вот таскать просто их сам уже не помню в общем в любом случае так сказать хорошо то есть это статья некого руководителя партии правда и кстати вот шутки шутками а вот я вспоминаю что я вот у мамы меня мама тоже училась на физфаке и я у нее когда когда-то нашел этот учебник философии 60-х годов в которых на основании марксистской ленинской философии таскать опровергалась теория расширяющейся вселенной с точки зрения марксистской ленинской философии так что это самое тогда это всерьез говорит сейчас мы хихикаем так вот ладно социум принцип маха говорит вам о том что на движение любой частицы во вселенной влияет все распределение вещества во вселенной принцип маха пытались учесть например для того чтобы учесть так сказать в каких-то процессах динамики например расширение вселенной ну просто да вот стандартные там например в качестве фоновой метрики брать не обычную таскать плоскую метрику а например метрику фрв фридман фридмана роберсона уокера да и в общем то другое дело что опять таки мы понимаем что тут еще важно понимать что время наблюдений высок реально наблюдают правда ну хорошо когда там аль магист появился две тысячи лет назад правильно вот в любом случае время эволюции всегда много больше времени наблюдений и конечно как правило так сказать это влияние настолько незначительно что им можно пренебречь мы не будем говорить что его нет она есть но она есть но таскать для расчетов это грубо ли там коем там не знаю даже просто наобум скажу что 17 знак после запятой который мы но может лет через сто наверное как-то сумеем таскать регистрировать но сейчас еще до этого очень далеко поэтому но вообще говоря вот хотели это вот модель модель была введена именно для того чтобы вот этот скалярное поле изначально задумывалась для того чтобы таскать учесть влияние ну например космологического расширения на то сказать те же черные дыры затем второе таскать назначение то то которым я сказал утверждает считается что именно эта модель может являться низкой энергетическим эффективным пределом какой-то например теории струн или м теории то есть вот тех самых знаменитых теорий таскать существующих там в одиннадцатимерном пространстве времени и вот влияние вот той самой новой физики как раз можно объяснить вот этими скалярными полями ну и как бы под закона таскать заодно в качестве таскать бонуса получаем способ описать темную матемную энергию как минимум вот вот такой вот подход таскать был но если перейти к математике то значит она как вы видите то у нас уравнение поле будет 2 если варьировать таскать вы помните да что уравнение энштейна это вариация действия по метрике соответственно уравнение клеена гордона это вариация действия по таскать скалярному полю таскать уравнение клейна гордона вернее клейна гордона фок обычного говорят вот значит ну вот вариация по метрике она уже будет более сложная здесь уже вот видите появится дополнительные члены которые можно решать соответственно вариация таскать по фи вот вам дает такое уравнение беря его след можно получить вот 10 5 это вот это вы видите беря след этого уравнения можно получить упрощенную версию уравнение на скалярную кривизну вот и получить уравнение на скалярное поле интересной особенностью будет что здесь вы видите что нету что здесь нету этих значит кривизм видите да их тут нету то есть таскать это означает что вот этот вот скаляр создается материи для которой след не равен нулю я просто еще раз обращаю ваше внимание зачем нужно было все это проделать у вас есть два уравнения да где-то сказать у вас перепутанные вклады материи и гравитации они у вас идут вместе соответственно варьируя так сказать действия беря от него беря след от уравнение энштейна вы именно приходите к тому что вот у вас вот этот вот бокс вот значит оператор драмби до ламбера да по-моему да я просто не знаю в англоязычной литературе очень редко так называют ее всем так и пишут бокс вот соответственно таскать видите он зависит только от характеристик самого поля то есть здесь у вас нету метрики то есть действительно скаляр создается материи скаляр фи взаимодействует с материи не напрямую а только через метрику то есть нету такого члена взаимодействия фи слаган так сказать слаган жаном материи то есть вы видите что вообще говоря вклады гравитации и материи в общем-то удается разделить ну и таскать если видите положить например тут стандартную форму для потенциала м квадрат и квадрат пополам то таскать эффективное гравитационное постоянное становится равна единица на фи то есть фи равно нулю фактически этот вот это вот называется ту ради чего модель создавала с самого начала а именно для того чтобы описать гравитационную постоянно вот но сейчас вот эту часть конечно никто не использует вот еще важным является то что таскать на вот эту омегу существует ограничение то сказать из эксперимента к осени вот она должна быть больше чем 50 тысяч ну кстати если вот сейчас давайте я вернусь сюда если омега стремится бесконечности то это будет а то то что вот эта часть вылетит но соответственно если если вылетит как вы понимаете вот эта часть то дальше потенциал будет от вообще ни о чем вот хорошо это вот по поводу того что такое модель бронса дикий я бы хотел обратить ваше внимание еще на несколько один подход мир как раз 25 минут осталось а именно то статью хикса того самого кстати петра хикса 59 года он на самом деле баловался не только это сказать эффектом хикса то вернее он не только так сказать теории калибровочных полей так сказать но и в том числе идеями расширения гравитации но вот в эти годы еще не было известно про вообще говоря не было известно про ускоренное расширение вселенной ну темная материя уже было вот но он сказал хорошо а давайте подумаем а можно ли в качестве лагранжиана а то рассмотреть не минимальный выбор то есть не скалярную кривизну а например квадрат скалярной кривизны вот такую вот штуку я кстати хотел бы сейчас сказать что модели r плюс r квадрат это сейчас очень популярные модели в частности это называется модель старобинского и она на данный момент среди и фатер является основной для описания как инфляции так и ускоренного расширения вселенной и так значит хикс показал что уравнение можно разделить и вот они так сказать разделяются и самое вот вот и самое главное дальше он попробовал поиграться дальше и сказал а давайте подумаем а что у нас будет происходить если мы сюда поставим инвариант тензора ричи ну опять таки он получил уравнение для так сказать уравнение движения так сказать вот они вот уже имеют такой более сложный тензорный вид вот но в принципе как бы глядя на второе уравнение понимаешь то что что-то с этим сделать можно он также попытался рассмотреть инвариант тензора риммана но вот какой-то внятной картины в этом случае ему получить не удалось и так что было замечено что все лагранжа на инвариантно относительно преобразование вели то есть добавление то в комфортного преобразования видите добавление на дополнительную функцию кстати сейчас вот в литературе очень активно обсуждается так называемое дисформное преобразование когда вы преобразуете не только через функцию но и первую производную в случаях вот это вот и иби уравнение преобразуются к уравнением типа энштейна с космологической постоянной в новой метрики а второй набор уравнение соотношение старый новый метрик вот видите то есть для первого случая можно таскать ввести новую метрику вот и фактически все преобразовать к уравнению мэштейна с космологической постоянной но в принципе так сказать аналогично вот можно сделать и в этом случае а что это означает дело в том что это было показано что проблема что таким вот образом можно решить проблему сейчас они будут говорить более подробно но проблему чит уровне и повышение порядка дифференциальных уравнений потому что фактически это означает что у вас здесь за счет это комфортного преобразования нет повышения порядка уравнений сводя грубо говоря модель r плюс r квадрат к модели в типа бранца дикий со скалярным полем вы вместо уравнений 4 порядка получите уравнение второго порядка на скалярную гривизну то есть ну на и на метрику и уравнение второго порядка на скалярное поле вот ноги для других комбинаций такого не было вот и тогда значит я бы хотел упомянуть вообще вот так еще одну вещь которую таскать тоже очень активно обсуждается в гравитации это гравитация лавлока это уже 71 год таскать что значит он предложил я на самом деле почему хочу сказать именно об этом потому что собственно теореме лавлока таскать и висит все висят все современные расширения требования к тензору энштейна симметричным по перестановкам индексов состоит из метрики первых и вторых производных видите значит 2 вот и самое главное что он линейным по вторым производным тогда уравнение штейна в пустоте имеют вот тот самый знаменитый вид лавок сказал что если отказаться от пункта 4 что будет и вот лавлок предложил наиболее общий вид лагранжиана второго порядка который не создает дополнительных степеней свободы то есть грубо говоря который не приводит к уравнению четвертого порядка и собственно с тех пор это и пошло почему еще раз опасный уравнение то числа ду покажу почему опасно уравнение четвертого порядка смотрите если вы вот вводите такую комбинацию то у вас уравнение будут иметь вид видите вот это вот какая-то величина второго порядка плюс дополнение второго порядка ну а здесь справа соответственно у вас y y штрих это то что это вот достигается использованием определенных топологических ин вариантов там или каких-то преобразований в общем же случае как только вы вводите не скалярную кривизну а что-то типа например р в кубе там еще что-то у вас будут видеть уравнение типа y 2 штриха плюс лямбда y 4 штриха и в этом случае вам никто не гарантирует существование например метрик тех же шваршильда там фридмана и прочих я сошлюсь вот сейчас довольно некоторое время активно обсуждалась эта теория которая называлась которая называется комформная гравитация когда вы изначально в качестве например лагранжана используете не комфортно вариантную форму а именно инвариант тензора вели комфортно вариантная форма тензора риммана все хорошо вы получаете модель которая квантуется и вот можете написать квантовую теорию гравитации только с одним исключением там нет метрик ним там метрику для того чтобы в ней получить метрику шваршильда вам нужно такие танцы с бубнами устраивать что таскать вы просто напросто не сможете нормально все это дело привести ну вот я тут дальше уже привожу модель харндески это наиболее общий вид скалярно-тензорной гравитации сравнением поля второго порядка вот эти уравнения видите таскать но не довольно сложную структуру имеют вид но это вот тот самый набор скалярных полей которым благодаря которому интерпретируя их по-разному можно описать все что можно так вопросы я специально просто оставляю я стараюсь себя больше время оставлять на вопросы на самом деле я так ничуть не то что не нужен так и машина вот вопросы как какие-то какие возникли что непонятно коллеги давайте обсуждать начались минут 15 да я я понял о чем вы говорите сюда хорошо да да конечно это действительно то самое популярное направление дело в том что таскать где-то примерно в конце двадцатого века появилась иди для того понимаете проблема какая существует дело в том что вот эти знаменитые м теории там теории струн они существуют в одиннадцатимерном пространстве времени ну вернее теорию струн 10 м теории в 11 в то же время наш мир вот как видите вот четырех мире куда деваются остальные таскать 7 самая простая идея это предположить что эти дополнительные измерения малы ну и дальше будет история как вот мы с вами макро макро да вот представьте себе лето море пляж с мелким мелким песочком да вот вы наступаете таскать ногой ну там скажем просто такой на ногой на песок вы же отдельную песчинку не почувствуете правда потому что она настолько мало по сравнению с вами с макро объектом она микро объект что вы просто ее как-то не заметите вот идея дополнительных измерений колу циклайн она вот примерно так вот и работает что они настолько малы и циклические что вы что частицы так сказать макро частицы макро объекты их не чувствуют но при этом все-таки пардон но при этом при этом этих этих измерений больше соответственно вы можете решать проблемы например вот этих вот но понимаете тут появляется тут же проблема вы говорите что измерение малы это означает что вы сразу наложили дополнительные ограничения это дополнительное ограничение есть та самая точная подстройка что вы не просто вели а вы сразу попытались туда какие-то дополнительные физики считаются но в теории особенно что чем меньше дополнительных ограничений которые вы вносите в мою в теорию тем лучше она вас сама должна все делать вот и поэтому появилась идея некомпактных дополнительных измерений ну мир ты наш таскать рон 3 4 мерин правда а поэтому появилась идея о том что наш мир так и на вы быстро не найду эту картинку давайте все-таки если ты сюда перемещусь на самом деле у нас состоит мир на брани это вот представьте себе что мы живем вот на какой-то гиперповерхности которая существует в многомерном пространстве так что электромагнитное сильное слабое взаимодействие живут только на брани и и только гравитации позволено уходить сюда вот в балк и эта идея естественно и получила название модели мир на брани в этой ситуации просто вы можете не фиксировать размер дополнительных пространственно-временных измерений а спаст например вот собственно на этом стоит модели рандал сандрум это модели рандал сандрум это таскать как бы подраздел brain world и вот так сказать составляя там хитрым образом лагранжан на брани вы и пиша например лагранжан пространство вы можете таскать как-то объяснить наш мир но и в качестве бонуса получить опять-таки дополнительной степени свободы для например темной энергии этот мир на брани это вот это вот 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 такого типа что мы с вами живем на брани да и таки про поверхность это понимаете как это происхождение был когда-то и знаете слова мембрана да но мембрана это таскать одномерность западной литературе как бы вот в 90-е годы появилось расширение понятия мембраны когда просто выкинули мем и таскать просто брейн изначально это по-другому формулировался изначально изначально это было так вот есть для объяснения физики высоких энергий используется квантовая теория поля так квантовая теория поля это теории взаимодействия материальных точек материальная . это одномерный объект у которого таскать есть только временное измерение материальной . это в этом частицы да вот у вас там в ускорителе так вот так сказать взаимодействует разлетаются для того чтобы но никак не получалось написать нормальную единую теорию и тогда предложили увеличить базовый размер так сказать размера с базового объекта и появилась струна струна это база это теория струн это теория взаимодействия двумерных объектов на фоне многомерного пространства времени то есть место точки вы ввели какой-то объект у которого есть одно пространство до временное измерение ну а теория струна все соответственно могут вам составлять разная комбинация не просто могут взаимодействовать а вы как вот можете закрутить там и что-то такое он сколько-то по логичной конфигурации горячие головы пошли дальше и появились теории таскать мембран двумерных объект взаимодействия теории взаимодействия мембран matrix theory теории взаимодействия так сказать двумерных объектов на фоне многомерного пространства времени народ пошел еще дальше и тогда уже увеличили размерность базового объекта еще и появилась так называемая теория brain theory это не бренд волк немножко другое когда у вас размерность базового объекта тоже была увеличена и это таскать получалось взаимодействие многомерных объектов на фоне еще более многомерного пространства времени и оттуда это перекочевало таскать вот это вот в космолу не в космология уже скорее вот в это в терфизику которые пытались люди описать гравитацию то есть это действительно мы вот вводим некую гипер поверхность и кстати тогда же появилась идея так называемые к пиротик юниверс когда например вместо инфляции вместо большого взрыва это просто схождение расхождение двух бран и так пиротик юниверс вот но она правда тассе даже если время стивен хокинг баловался вот то есть и развивал на ил турок почему что-то до конца не так не довели вот и вот это это вот вот эти вот идеи когда вы усложняете вот структуру пространство-время вот таким вот образом но и в качестве бонусов получаете темную материю темную энергию еще пожалуйста вопросы коллеги дело в том что таскать вам нужно просто вводится так называемая супер симметрия супер симметрии и что такое что такое симметрия понимаете ну например это симметрия это способ преобразования не оставляющие таскать неизменным правильно какую-то структуру собственно симметрия лагранжана это преобразование это преобразование которое оставляет лагранжаном вариантным извините за таскать эти матерные слова вот я могу я постараюсь по простому в общем это преобразование которое вам не меняет величину соответственно вам значит супер симметрия это мы знаем что нас вот есть так вот на в нашем мире есть бозоны есть фермионы правда и у них у обоих разные описания статистика ферми дирака статистика таскать база инштейна правда так вот супер симметрия это единое описание но для бозонов и фермионов и она для этого требует введения дополнительных вот этих вот квантовых чисел вот всего этого дела вот чтобы это дело свернуть в маленький лагранжан нам нужно таскать 7 вот эти дополнительные измерения то есть например вы можете написать этот лагранжан в четырех измериях но будет вот настолько огромным что вот я говорю я вот например лагранжаном супер симметрии в четырехмерном пространстве времени я вот например вам и спешу все стены в этой комнате понимаете но чтобы их спрятать вводится дополнительные вот вот как раз вот таким вот методом вводится дополнительное пространство времени именно в десяти измерениях для теории струн так сказать и плюс еще спрятали этот называемый делатон первую моду возбужденного состояния струны как раз в компонент уже 1010 вот отсюда вот то есть именно вот в этом количестве измерений удалось все эти дополнительные таска члены спрятать чтобы получить вот это вот теорию в красивом то сказать и видео в виде там простого абсолютно антисимметричного тензора они берутся оттуда понимаете сейчас проблема в том что сейчас действительно к теории струн отношение стало никто никто с ней не спорит то понимаете проблема в том что там нет ни одного экспериментального подтверждения работ а вы еще опять-таки помнить теории вероятности да то есть если вы вот у нас мы делаем одно экстраполяцию да вот мы делаем предположение если это предположение реализуется или она может реализоваться не реализоваться правда то есть это означает что у нас вероятность 0 5 так ну хорошо 1 2 что проще было считать теперь мы делаем следующие предположения так вот если мы сделали 10 предположений на пути к нашей теории да то это означает что вероятность реализации 1 делить на 2 в 10 до 1 делить на 1024 я счет со школы помню что 2 в 10 это 1024 вот то есть фактически вы получили там какая 10 минут 4 по моему да вот 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 тут вот в этом проблема что вы можете написать очень красивую теорию но так как у вас нету экспериментальных подтверждений на каждом шаге а вы на каждом шаге вынуждены делать какие-то предположения то это означает что вероятность того что у вас итоговая теория действительно реализуется нету хорошо вы напишите какую-то теорию которая вам математически будет сама согласованы но много можно предложить вариантов понимаете фактически вывод а если этих шагов больше вот поэтому поэтому с одной стороны до утаскать к ним сейчас интерес немножечко как мне кажется ну не так силен как раньше как например на рубеже тысячелетия но действительно люди предполагают что это 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 возможно таскать это наверное как то есть очень популярно одно время было так называем поиск непрямых таскать каких-то следствий не нашли к сожалению вот вот дополнительные вот эти вот измерения берутся вот отсюда так еще пожалуйста вопросы я пучу пять минут осталось смотрю поэтому я и хотел таскать по максимуму использовать время но если так пока вопросов нет хорошо ваше предложение вот из того что я рассказывал чтобы вы хотели чтобы вынесли вопросами на зачет ваше предложение я понимаю что это звучит таскать вы хотите чтобы вас четвертовали или повесили да это примерно так звучит хорошо но вот пожалуйста я таскать рассказал то есть пожалуйста какие-то вы подумайте и это самое я я готов не прямо сейчас только бы все это есть вот все это у вас есть ну скажем можно одним из вопросов вынести например нет не это модель бронса дикий другим лагранжан и хикс если хотите или например те теорема лауна как хотите просто это действительно то есть ну например лагранжан и хикса можно вот эту вот эту картинку я боюсь принять она вот и чисто описательная я думаю что таскать и тяжеловато будет там все таки чтобы не хотел чтобы все превращалось запоминание а я сейчас конечно действительно очень многие вещи ну ну просто за счет того что у меня всего лишь полтора часа я естественно их рассказываю на уровне вот непонятно но здорово нету понимаете ну как вот у меня например годовой курс таскать на кафедре квантовой теории физика и высоких энергий то есть у теоретиков таскать где вот эти вещи мы обсуждаем более подробно у нас на астрономическом отделении у меня курс полгода я конечно какие-то вещи вынуждены так сказать пробегать вот но я там стараюсь рассказать в том числе прошу такой механизм хикса вот эти вещи чтобы знали вот но подробно конечно это действительно это это уже чисто теоретические вещи тут просто в астрономии надо по крайней мне кажется надо знать что это такое в принципе и грубо говоря когда вам таскать приходит юноша бледный сам за взором горящим теоретик и начинает рассказывать а вот давайте мы то 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 мерить потому что у меня это получилось что вы понимали насколько таскать реализуемо то что то что он вам написал что мне вот я очень люблю эту историю с черными дырами на большом адронном коллайдере потому что одно предположение легкое и легкое разложение в ряд после чего получился результат из-за которого подавались в суд на ученых чтобы они закрыли большой адронный коллайдер и прочее 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 требовали его не запускать крик стоял так что вот чтобы просто что вы просто в качестве таскать по ним вы понимали таскать что лежит в основе той модели которую вам предлагаю которую вам предлагают например таскать проверять в вашей работе или там выискивать какие-то эффекты например по наблюдательным данным например уж понятно что ну или если уже будете большим начальником чтобы понимать стоит ли под это деньги давать стоит она того чтобы под это деньги просить например ну хорошо если вопросов нет тогда таскать спасибо вот если что мои данные таскать и есть вот ну в любом случае елена вячеславовна таскать мой email есть пожалуйста пишите вот я если что 25 комнате но это просто далеко не каждый день приезжаю поэтому таскать если надо пожалуйста пишите если если хотите пообщаться только договоритесь тогда встречи я естественно приеду пообщаемся но все спасибо тогда до свидания